Заметка Электрика Здесь у нас собрана схема ВР То есть вот первый, вот второй Автомат питания от схемы управления первого года Автомат питания от схемы управления второго года Реле контроля фаз на базе ЕЛ-11 Два контактора КМ-1, КМ-2 И отходящие автоматы Это освещение и отопление подстанции и кабинт трансформаторов Здесь у нас лампы индикации Схема достаточно простая И ей я посвящал отдельное видео Вот, например Отключаю питание по основному вводу Оп Контактора переключились Возобновляю питание по основному вводу Оп Питание восстановилось В общем, данный щит Установлен у нас на одной из Вновь вводимых подстанций Уже У нас реле контроля напряжения Вышло из строя Случилось так, что мы пришли на подстанцию Отключили один из вводов И АВР у нас не отработал И не переключился на другой ввод Реле просто, у реле горела всегда красный светодиод Посмотрел, подумал, что возможно какая-то несимметрия у нас По вводу проверил напряжение Но ничего подобного Все напряжения у нас были симметричные Проверил также чередование фаз поменял Но реле свою работу не возобновило В итоге пришлось менять реле ЕЛ-11 Все подключил Сейчас схема работает В общем, вот этот наш экземпляр Здесь никаких видимых повреждений не было При нормальном питании 380 вольт При нормальном То есть при прямом чередовании фаз При соответствующей нормальной несимметрии Тем не менее У реле у нас горел красный светодиод То есть ему что-то не нравилось по входу Как уже в дальнейшем выяснилось Вышли из строя вот эти два конденсатора Один конденсатор стоит в первой фазе Второй конденсатор во второй фазе В третьей фазе никаких конденсаторов нет Это, так сказать, своего рода гасящие конденсаторы Вот у нас клеммы, питающие клеммы Вот у нас эти три проводника Приходят Здесь даже есть обозначение L1, L2, L3 Ну вот здесь вот L1 И вот Вот у нас здесь установлен конденсатор В L3 Конденсатор И в L2 никаких конденсаторов нет Но эти конденсаторы Здесь уже не родные Это замененные Сгоревшие конденсаторы Имели аналогичные параметры Только с напряжением 1000 вольт Таких конденсаторов В магазине в наличии не нашлось Поэтому решили попробовать установить Аналогичную емкость Только на 600 вольт Закрываем Пойдемте проверим Так, вот я подключил реле Горит красный светодиод по-прежнему Но, наверное, я сейчас здесь перепутал чередование фаз Сейчас переключу одну из фаз Да, так и получилось Сейчас при подключении реле Перепутал чередование фаз Там на выводах В общем, как видите, реле работает Горит зеленый светодиод То есть, включаю напряжение Оп, сразу переключается в работу Теперь сымитируем обрыв одной из фаз Посмотрим, как реле при этом будет себя вести Выдержку поставил побольше Чтобы вам было понагляднее смотреть Итак, поехали Оп Где-то около 9 секунд, наверное, выдержка стоит Оп Все, реле среагировало Допустим, фаза вернулась обратно Оп Чтобы уже точно проверить, как работает у нас реле Проверим работу его контактов То есть, 15-16 в обесточенном состоянии реле Выводы 15-16 То есть, это у нас закрытый контакт Нормально закрытый контакт А 25-26 нормально открытый контакт Звоним Звонится Здесь у нас Здесь у нас разрыв Так, теперь включим питание на реле Оп Реле Перещелкнуло свой контакт И теперь смотрим 15-16 наш контакт разомкнулся А 25-26 замкнулся Отлично Не знаю, насколько долго Будет работать реле После замены конденсаторов Тем более, еще не соответствующих параметров Но практика покажет На особо ответственные объекты Я данное реле ставить не буду А на какие-нибудь сборки АВР Собственных нужд Вполне Почему бы и нет Заодно и проверим на практике Если реле действительно продолжит Продолжит работать Достаточно длительное время То данный способ ремонта Можно взять себе на вооружение Сегодня я вам покажу еще одну неисправность Опять связанную с реле ЕЛ-11 С реле контроля фаз В общем, это у нас опять же стандартный АВР Про который я рассказывал У нас они собраны на многих подстанциях И случилась вот такая вот ситуация То есть реле перестало работать от основного ввода Работает только от резервного То есть как только включая первый ввод У нас начинается У нас не отпадывает КМ-2 И не подтягивается КМ-1 Смотрите Вот что происходит При этом реле стоит в готовности Такая вот ситуация При этом если, допустим, поменять Сейчас включить автомат основного ввода И отключить резервного ввода Реле не перейдет Нагрузка не перейдет на контакт РКМ-1 Подозрение закралось вот в этом контакте 25-28 То есть я когда, сейчас отключу второй ввод Вот, то есть это у нас сейчас нормальное положение Вот здесь вот у меня горит фаза 25-й ввод А на 28-м никакой фазы нет То есть контакт у нас разомкнут То есть если я сейчас зашунтирую этот контакт И проверю схему чисто от первого ввода Все должно работать нормально Сейчас проверим Так, вот контакт, нормально открытый контакт Вот у реле я зашунтировал 1.6 И включаю основной ввод Сейчас схема должна перейти нормально на основной ввод Оп, перешло Контактор РКМ у нас подтянут Вот обратно перешло Сейчас поменяю реле Который, кстати, я У которой я произвел ремонт Вот она у нас после ремонта И посмотрите, как будет работать все в дальнейшем В общем, все, реле поменял Вот, снял Неисправную реле Смотрите, оба ввода включены Основной ввод, резервный ввод Сейчас напряжение в норме Горит зеленый светодиод И, соответственно, питание идет схема от контактора КМ То есть от первого ввода Имитирую пропадание первого ввода Реле-контактор переключился Реле отпало Своим нормально закрытым контактом Подтянуло у нас катушку контактор КМ2 Нагрузка питается сейчас с резервного ввода Ну и возврат схемы Оп, все, схема вернулась на основной ввод Что-то у нас все чаще и чаще выходит из строя В последнее время выходит из строя реле-контроля фаз ЕЛ-11, ЕЛ-12 и тому подобное И вот, опять же, очередной случай Про эту схему я уже рассказывал Что только на аналогичной схеме пропадала фаза Поэтому реле горело красным Когда фазу восстановил, все нормально стало И вот на аналогичной подстанции То есть такая же панель у нас АВР Цепей управления вводами и межсекционным выключателем На РУ-04 кВ У меня ни с того ни с сего Вот загорелась, стала моргать красная лампа на реле ЕЛ-11 Ну вот вы видите Какие могут быть здесь причины Первое, либо обрыв фаз Второе, либо несимметрия фаз Третье, либо изменено чередование фаз Фаза есть, фаза есть, фаза есть То есть обрыва фаз нет Чередование, в принципе, здесь никто не менял Вот как оно было подключено изначально Раньше работало нормальное реле Так оно и было Силовую часть тоже никто чередование фаз не менял Ну и несимметрия по фазам отсутствует Все ровно у нас здесь 400 вольт По всем, ну по всем межфазным напряжениям А потому сразу делаю вывод, что необходимо замена реле Ну реле менять достаточно легко Отключаем фазные проводники АБЦ И отключаем наш выходной контакт Все Менять будем на аналогичное реле ЕЛ-12 От реле и автоматик Ну у нас, они закуплены У меня в запас, поэтому будем менять на это реле Ну вот, снял реле Установил Аналогичное на 380 вольт Только ЕЛ-12Е Зеленый светодиод горит И реле находится в работоспособном состоянии В общем, на этом я заканчиваю Совсем такое небольшое видео Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки Обязательно подписывайтесь на канал Здесь много еще будет всего интересного Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч!